Прежде чем мы доберемся к стихам и моим рефлексиям на текущие новости, позвольте поздравить с днем рождения Юрия Кирилловича Сипко, пастора российского, епископа, в прошлом епископа всех огромного баптистского объединения в России. И Юрий Кириллович, этический компас, один из немногих российских епископов, который с первых дней войны абсолютно четко, безупречно, внятно, громко и, я бы сказал, сочно заявлял позицию по путинской интервенции, по узурпации власти в России. Великолепная, достойнейшая позиция, которая была увенчана штурмом его квартиры, спецназом российским, открытием уголовного дела. Слава Богу, Юрий Кириллович был за несколько, буквально, я так понимаю, дней до этого процесса, вывезен из России. И, Юрий Кириллович, с днем рождения вас. Для меня привилегия родиться с вами плюс-минус рядышком. Правда, немножко позже, день рождения мой, это лет на 15, от вашего отстает, ну, что называется, иду на хвосте, да, следую вашему курсу. Спасибо за хороший пример, столь важный для наших темных времен. Я прошу прощения перед всеми, кто звонит на мой телефон. Я желаю поздравить меня с сегодняшним днем рождения. Я практически не имею возможности сегодня отвечать на звонки. С раннего утра у меня важные мероприятия по батальону и встречи по капелланскому батальону. Ну, плюс вот этот эфир, ну, я непременно разгребу звонки и отвечу, ну, хотя бы смс-ками. Спасибо за многочисленные поздравления, пожелания и добрые слова. Ну, а теперь к стихам, которые являются концентратом, эстрактом, эссенцией духа. Рустам Салахуддинов написал мне несколько добрых слов и отправил достаточно цепляющие мою душу стихи. Процитирую. Геннадий, вітаю вас. Радий бачити ваши передачи. Частіше в Ютубе. Молитесь, чтобы я держал ритм. Вы насправді робите особливую работу. Останні роки багато духовных, в кавичках, лидеров христианства. Здулися тих, кто пытается говорить правду, а не лишь хайповать, очень мало. Розумею, что это сложный шлях, но прошу вас продолжать. Ви залишаетесь певным орієнтиром для многих. Благодаті вам и вашей команды. Рустам, очень благодарю за доброе слово. Самолеты у нас сегодня целый день летают. Я в ухо так тримаю. Слава Богу, наши самолети, которые были уничтожены, были в первый день войны маршалом Шейгу. Рустам пишет, хотів поделитесь з вами двумя віршами. Первый – это моя спроба поделиться вперед в майбутнє. Другой – еще одна реакция на христианство, что мовчать. И зайнати больше собой. Я прочитаю вам первый стих. Сегодня я читал його перший вірш. Сегодня я читал його в своей команде. Это такая просьба отца, солдата в будущее к сыну написать письмо из будущего в наше сегодняшнее драматичное сегодня, в настоящее. Напиши мені лист з майбутнього. Розкажи, что ты там счастливый. Розкажи про сучасную музыку и про ритми, которые появились. Розкажи про своих товарищей, как вы дружите все за взятую. И про ту, что с любовью згадуешь. И что скоро ты станешь штатом. Поясни, что весною раннюю у отпуску вигнана лютий. Відродилась земля доглянена, а джерела шляхи торують. Теплотою повітря лагидно візерунки малює літо. На обличчях дерев розпатланих, Что не встигли мейкап зробити. Прилетают птахи невидані. Трискотіє багато голоситься. Квітнуть діти надії лілії. Горизонтом життя разноситься. Напиши, як усе це сталося. Як змінились часи назавжди. Я усе прочитаю з радістю. В соцмережах усе розшарю. Побратими, сусіди, воїни Прочитають міжлітер звернення. Що життя – це нове, відроджено. Що життя – це завжди повернення. Хороший образ, хороший стих. Дуже дякую і за добри слова, і за гарний вірш. Тому що нам дійсно треба, щоб мати сили іти через наше сьогодення, нам треба бачити майбутнє. Нам треба бачити будущее, бачити наших дітей, які становяться папами, наших сіновей, дочерей, бачити мирне небо України, свободне, процветающе України. Спасиба за хороший образ. Життя – це нове, відроджене. Життя – це завжди повернення. Сегодня, в мой день рождения, я вспоминаю самый жуткий день рождения в моей жизни, двухлетней давности. Ми екстренно вывозили дітей із Мариуполя на перегонки с российскими танками. Буквально в последні минуты ми успіли ввезти дітвару перед тим, як росіяни заблокирують Мариуполь і почнут в ньому геноцид. Ми успіли ввезти приємні наші наші, по крайній мере, які потім нам доставати приходилось уже через линию фронта. І 27 февраля, в той свій, в той свій, найжуткий в жизни день рождения, я прощался з сім'єю, прощался зі своїми дітками. На перших же страницах этого романа описана історія двох діток, братика і сістрічки, які вже ночевали в моєм домі і вже знали, що ми хочемо забрати їх в сім'ю, хоча ми ще їм об цьому не говорили. Вони були в полшага от того, щоб стати моїм сіном і моєю дочкою. І представте весь ужас, коли 24-го ми евакуємо дітей, і 27-го числа я прощаюсь с ними і, пытаясь здерживати слези безуспешно абсолютно, обнимаю без п'яти минут синишку і дочурку, обнимаю других пилигримчиків, я в голові простая мисль, я назад в Мариуполь, ми вже слухаємо, що там твориться, і ми, скоріше всього, не повернёмся. В день свого рождения я ночі обнял свою возлюбленню в очень тяжёлом состоянии, в критическом состоянии. Ми її вивозили із Мариуполя. Даже не я, я не мог с ней ехать. У мене децкий дом был в Мариуполі, її евакуировал мой помощник, а она була в такому состоянии. Чесно, от свого сердца, даже врагам не пожелаю. Не дай Бог, даже самым лютым моим врагам переживать что-то подобное. Когда твоя жена, ты не уверен, что ты её живой, что её живой довезут до Западной Украины. Три дня перед этим у нас была реанимация в доме, и мой помощник эвакуирует мою супругу, а я не могу ехать с ней, не будучи уверен, что её физически хватит на эвакуацию. Я вынужден был оставаться в Мариуполі с республикой Пилигрим, с нашими детскими центрами, с нашими социальными центрами, заниматься их экстренной эвакуацией из наиболее опасных мест, вывозить людей из-под обстрелов. Так вот, 27-го, в самый ужасный свой день рождения, 27-го февраля того, 22-го года, я попрощался с женой, и мы поехали прорываться в Мариуполь. Осознавая все риски, мы записали по дороге прощальное видео, я отправил своё прощальное видео Андрею Матынге, он уже через полтора года, наверное, опубликовал его. Слава Богу, не по тому поводу, для которого оно готовилось. Мы прощались с нашими близкими, и на случай смерти это видео я отправил другу. Мы пытались прорваться в Мариуполь 27-го февраля. В этот же день, 27-го февраля, это было воскресенье, в подвале нашей церкви, по которой уже летели, по городу уже сыпались артобстрелы, ракеты. Мои друзья, в том числе наш режиссёр, который сейчас снимает эту программу, Оля, она руководила там богослужением, люди сбегались в подвалы нашей церкви, но, несмотря на это, наши друзья, они провели такое богослужение, небольшое даже причастие в нашей церкви перед тем адом, который начинали россияне. 27-го февраля пастор Шевченко прочитал, впервые назвал злом путинскую интервенцию в Украину, спустя 8 лет войны, но сделал это так, что лучше бы он помалковал в своём Сакраменто, потому что это была апологетика путинской интервенции. На шестой минуте своей очень безумной, омерзительной псевдопроповеди мой некогда знакомый в церкви, который я провел, он наконец-то спустя 8 лет поднял свой пальчик и показал в тот день, когда мы едем умирать, он поднимает свой пальчик на Россию и говорит, ну да, конечно, путинская интервенция зло, наконец-то. Я просил его 8 лет это сделать, но это не всё. Лучше бы он этого промолчал вообще, потому что тут же он начал разворачивать пальчик в сторону Украины и всего мира. Говорит, ну в России же есть своя аргументация, они же говорят, что защищаются от НАТО, надо признать, что в этом есть своя логика. А дальше, его проповедь называлась «Мировое зло», а дальше он обвиняет Запад, обвиняет элиты, мировые элиты, обвиняет, то есть полная путинская повестка. Вот интервью Путина Карлсону о том, какое зло в мире во всём. Работорговля была в Америке, в Англии, ядерную бомбу сбросили американцы и вообще мировые элиты не договорились с Путиным, а надо было чем-то поступиться, подразумеваться Украиной. Это полная абсолютная апологетика. Этот мой жуткий день рождения я запомню на всю жизнь. Но спасибо Господу, мы всё ещё живы, слава Богу, мы трудимся, служим, молимся, благословляем, созидаем, защищаем. Спасибо всем, кто вспоминает нас в молитвах, спасибо тем, кто поддерживает Украину и наш, в частности, наш капеланский батальон. Каждый день мы работаем на фронте. Вчера ночью мы вернулись с Восточного фронта, завтра начинаю свою работу на Южном, наши команды, они трудятся каждый день, спасибо тем, кто с нами. Сергей Демидович поздравил меня сегодня с днём рождения очень оригинальным способом, он опубликовал моё фото почему-то в чёрной рамке. так вот, я спешу сообщить врагам рано радуйтесь, спешу подбодрить друзей, которые, видя это фото, думают, что, как там, Ёся, всё, да, в старом анекдоте, да, ой, пока жив, даст Бог, ещё поживём, даст Бог, ещё послужим. 20 секунд социальной нашей рекламы, карточки нашего батальона, лучший способ поздравить меня, это поддержать Украину любым для вас посильным способом и поддержать работу нашей команды, чтобы мы могли не с пустыми руками приезжать на фронт к нашим ребятам, спасибо каждому, кто вспоминает нас в молитве и поддерживает наши руки. Мистер Путин ответит за слово «пацана». О том, что нашумевший сериал «Слово пацана» планировали использовать в предвыборной кампании Путина, несколько СМИ провели расследование и опубликовали очень интересные факты. «Медуза», «Важная история», «Дельфи, Эстония», там несколько таких групп, они получили доступ к внутренним документам администрации президента Российской Федерации, в которых говорится о том, что слово «пацана» и ряд других фильмов «это контент, выпущенный специально к выборам», то есть одобренный, поддержанный, распиаренный специально под выборы Путина. Согласно тексту этих документов, под выборы 2024 года администрация президента подготовила несколько десятков творческих проектов. Они взяли на себя продвижение с помощью блогеров, СМИ, наружная реклама, цифровая реклама, маркетинг в целом, привлекли пропагандистские структуры всевозможные, те, которые занимаются распространением фейков по Украине, все вот это, и целые структуры, которые отвечают за распространение контента в регионах. В общем, слово «пацана» фильм о криминальных разборках молодежи в 80-х, о бандитских группировках, такой воспевающий этот культ, рассматривался как фильм, который должен помочь Путину, то есть, образ пацана, который отвечает за свое слово. Это очень, мне, эта новость меня очень повеселила, и я хотел бы несколько слов откомментировать. Ну, давайте протестируем слово этого кремлевского пацана. Он заявлял, что он против, многочислено, 10 лет он заверял, что он против увеличения сроков пенсионного возраста. Пока я президент, заявлял, этот парень, никогда этому не бывать, а потом взял и увеличил, что называется, ничтоже сумняшися. Он обещал не избираться более второго срока, и вот уже сидит, трижды переписав Конституцию, сидит, вот в этом случае точно черт его знает какой раз, что-то я уже сбиваюсь со счетом. Путин обещал и давал слово не нападать на соседей, в частности на Грузию, многократно обещал не нападать на Украину, ни в коем случае, и даже речи не идет о некой аннексии Крыма и этих других регионов, нарушать целостность Украины или перекраивать границы постсоветского пространства, конечно же нет, слово пацана. «Не верьте тем, кто пугает вас Россией и говорит, что за цитата из Путина, и говорит, что за оккупацией Крыма последуют другие регионы Украины. Нам этого не нужно», уверял многократно Путин. «Не будет мобилизации и срочников, не будут срочников отправлять, не будет мобилизации и срочников не будут отправлять на войну». Прошла мобилизация, идет мобилизация и срочники дают интервью из украинского плена. Срочники российские идут на дно вместе с Москвой, легендарным кораблем, вместе с другими кораблями РФ и так далее. Путин уверял, что государство, вот прям при Макроне и в других ситуациях, заявлял, что государство, Россия, не имеет никакого отношения к ЧВК Вагнер. Позже он публично заявлял, что ЧВК Вагнер полностью финансировалась и содержалась Российской Федерацией. «Россия не хочет воевать с Европой и НАТО», многократно заявлял Путин. Я прошу европейских лидеров знать, помнить, что слова этого чекиста в третьем поколении, этого «питерского пацана» в кавычках не стоят ничего. И заканчиваются они кровью, большой кровью. Этот сериал, который я не смотрел и не собираюсь смотреть, мне достаточно запаха. Знаете, люди, которые говорят, все надо в жизни попробовать, очень часто этот аргумент приводится подросткам, когда им дают первый раз наркотики. И у меня, работая с подростками тяжелейшей категорией, проводя огромную профилактическую работу среди, мы во всех школах моего города, во всех учебных заведениях, мы проводили огромные такие мероприятия, у нас толстые такие стопки писем от директоров школ, от школьников с благодарностями. И я повторял одну и ту же вещь. Если я говорил детям тысячи раз, когда к тебе кто-то протянет наркотики и скажет, в жизни надо все попробовать, улыбнись, позови, посмотри вокруг, найди ближайшую собачью кучку, в Украине, к сожалению, и в России, и в Украине, на постсоветском стране, это не так сложно, найди ближайшую собачью кучку и скажи, дружище, не готов ли ты протестировать свою теорию на практике? Нужно в жизни все попробовать. И сразу увидишь, что этот философский концепт не выдерживает критики и практика не подтверждается. Есть многие вещи в жизни, которые достаточно на вид определить, что этого не стоит кушать, или, в худшем случае, на нюх. Я не собираюсь смотреть путинскую пропаганду, не рекомендую это делать никому, но этот сериал называется «Слово пацана кровь на асфальте». Это путинская пропагандистская история. Знаете, теперь кровь уже не просто на асфальте, в какой-нибудь питерской подворотне, кровью залили все. Вот я опять сегодня взял калькулятор и посчитал нынешнюю войну в афганских войнах. Вот смотрите, в Афганистане, за войну, война в Афганистане длилась 10 лет, плюс-минус за 10 лет войны из Российской Федерации погибло около 7 тысяч человек. Еще погибло много из других частей, но Россия, Россия из РФ где-то около 7 тысяч человек за 10 лет войны. Сейчас, последние два года, каждый день в Украине погибает по, в среднем, я сегодня калькулировал, 568 человек в день. без малого семь сотен человек в день россиян. То есть, за 12 дней войны сейчас в Украине россияне теряют столько же людских жизней, сколько они потеряли за 10 лет войны. Стало быть, по количеству жертв украинская война стоит россиянам в 304 раза больше. Не в три раза, не в 30 раз, а в 304. Каждый день россияне теряют в 304 раза больше людей, чем теряли в афганской войне. 304 войны идет, афганских войны идет прямо сейчас под Авдеевкой, Запорожьем, Херсоном, Купенском. Я пересчитал для американцев, чтобы было понятно. Во вьетнамские войны перекалькулировал украинскую. 58 с небольшим тысяч американцев погибло за почти 20 лет войны во Вьетнаме. Легко вычисляется 7300 дней, 8 американцев в день. 8 американцев в день гибло на войне во Вьетнаме. То есть в Украине опять-таки идет в 71 раз большая война, чем вьетнамская. В 71 а в России в 304 афганских войны. по отношению к вьетнамской в 71 раз большая война. И в отличие от американцев, поднявших свою страну на дыбы, выступавших против этой войны, россияне практически массово молчат, за редким достойнейшим исключением. Так что слово пацана «кровь на асфальте» недостаточно яркое название для сериала путинского. Кровь не просто на асфальте в питерской подворотне, кровь на руках, на ногах оккупантов и в крови по уши, по уши в крови все, кто молчит, все, кто не противостоит путинскому режиму, вы стоите на цыпочке и ваш нос выглядывает из моря крови и кровь добавляется и вы в опасном положении, во-первых. Так что слово пацана как проект в поддержку Путина, что доказано фактами, это дурацкая и контрпродуктивная идея. Про Путина надо снимать было фильм с названием «Балабол» или «Сказочник». Впрочем, его уже давно окрестили сказочным персонажем. Я пытаюсь всегда сдерживаться в рамках пастырской христианской этики и лексики. Можно было назвать фильм «Болтун», «Трепло», «Балабошка», «Пустомеля», «Пустобрех», «Фуфлолах», «Туфтолах», «Белибердоносец», «Базикола», «Свистулькин», «Славоблуд», «Суеслов», «Пустозвон», «Пустоплет», «Просто брехун», «Чесальщик», «Балалаичник», «Как угодно», «Но ни слова пацана». Ну и почему? Потому что я ведь тоже вырос в Донбассе. Это совсем криминализированный регион, крайне самый криминализированный регион Украины. Я вырос в Мариуполе, в заводском районе, куда завозили заключенных, так называемых химиков тысячами. Так что подростковые понятия мне, простите, понятны. И отвечать за базар, как говорили мы в подростковом возрасте, улица действительно учила. Так что я скажу точно, если бы Путин отвечал на зуб за свои слова, как он это делает, так как он это делает десятилетиями в России, то зубов бы, конечно, у него давно не осталось. Но в России номер прокатывает и Путин наверняка, как и Сталин, поднимает на своих криминальных сходках, именуемых по недоразумению правительством России, тосты за терпение русских терпил. Сталин в своей знаменитой застольной речи в Георгиевском зале Кремля речь за русский народ говорил следующее. Иной народ мог бы сказать правительству «Вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь». Кстати, в оригинале там стояло «Идите к черту», но Сталин в последний момент это выбрал, поднимая за русский народ, говорит, «Иной народ сказал бы, вы не оправдали наши ожидания, идите к черту, мы поставим другое правительство». Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошел на жертвы. В общем, я к чему, что Путин, конечно же, давно не пацан во всех смыслах этого слова, и слово его совсем не слово пацана, и это стоит помнить, особенно молодежи российской, мне говорят, что и украинская молодежь хапанула этих помоев, стоит помнить, той молодежи, которая все это поглощает, той молодежи, которая ассоциирует по задумке путинского штаба его политхалуй технологов, ассоциирует Путина с крутым парнем на языке пацанов, поверьте мне, как отцу 39 детей, 36 из которых, ну почти все, из которых были беспризорниками, поверьте мне, что на языке пацанов Путин самый мягкий, название спущенный, я не знаю, наклоненный, согнутый, окун, окун, ну это по пацанячьему жаргону, я ищу самые мягкие выражения, Путин скорее именно тот, кем его поправ все дипломатические нормы, назвал Байден на днях, crazy COB, сумасшедший сукин сын, из уст американского президента, это звучит как-то особенно приятно, только один раз Байден употребил вот это словосочетание crazy COB по отношению к одному журналисту, не зная, что у него включен микрофон на вопрос какого-то журналиста, Байден не знал, что его слышат, сказал, вот crazy COB, ему потом пришлось извиниться, он лично звонил журналисту и извинялся за свою фразу, но публично, демонстративно, перед камерами всему миру сказать, что Путин crazy COB, там, кстати, возможен вариант сукин сын, а возможен еще более сокращенный вариант, просто, просто, вот, просто можно перевести, но наши, как всегда, стараются как-то интеллигентнее, хотя это перевести можно и так, но вот так на весь мир по отношению к президенту, пусть и лже-президенту, узурпатору, Crazy COB замечательно звучит и справедливо. 20 секунд и мы идем дальше. еще раз извиняюсь перед друзьями, которые звонят сегодня мне весь день, я не отвечаю на телефон в свой день рождения, у меня очень много работы и я даже не гарантирую, что к вечеру я смогу как-то разгрести, но спасибо огромное всем, я просто благодарю всех, когда я вижу ваше имя в моем телефоне, я знаю, почему вы сегодня меня беспокоите, извините, что я просто физически не способен отвечать на звонки, огромное всем спасибо, принимаю все пожелания, молитвы, благословения, ну и спасибо тем, кто находит возможность поддерживать работу капелланского батальона Мариуполь, очень много работы по фронту, очень много нужд, много кричащих нужд, мы работаем с десятками подразделений и постоянно, помимо духовной поддержки, стараемся, чем можем, и сверх того, чем можем, стараемся помогать нашим защитникам, координаты есть в описании, карточки, пейпал, данные нашего благотворительного фонда, благодарим всех, кто поддерживает нашу работу. Последняя кафедра в России это тюремная клетка в судах, из которой произносят последнее слово лучшие люди России, лучшие из россиян. К сожалению, церковные кафедры почти все превратились в место, которое ярко названо в Писании, мерзостью запустения, из-за трусливого молчания пасторов, епископов, из-за их аполитичности, которая на самом деле аэтичность, а значит, а это абсолютное преступление для церкви, не касаться его этических вопросов, не давать этическую оценку текущим событиям, это самое страшное преступление. Церковь, которая перестает быть столповым утверждением истины, превращается в мерзость запустения. Итак, церковные кафедры превратились в мерзость в лачах Господа, сплошь и рядом, а последней кафедрой стала клетка, аквариум. На жаргоне моих сыновей, которые проходили через криминальные приключения, я уточнял сегодня, некоторые из них по малолетству и по беспризорному детству прошли через аквариумы. И вот сегодня Олег Орлов, сопредседатель правозащитного центра «Мемориал», легендарного, просто достойнейшего заведения, как и все достойные заведения, признанного иноагентом и ликвидированного судом в России, сегодня Олег Орлов, заявив, что путинский суд не является правосудем, получил два с половиной года колонии из-за его антивоенной статьи. Название статьи «Им хотелось фашизма», они его получили. Статья, в которой сопредседатель мемориала называет путинскую систему фашистской и приводит свою аргументацию, абсолютно справедливо. Сегодня, в мой день рождения, на 70-летнего, на минуточку, на 70-летнего Орлова надели наручники в зале суда. «На выход! Снимать запрещено! Все, процесс закончился!» кричал судебный пристав. Замечательно сам арестованный и отправляющийся в тюрьму. Старец, достойнейший человек, замечательно охарактеризовал приговор. Он сказал так, что приговор показал, что сама статья была точна и верна. Они хотели, им хотелось фашизма, они его получили. Приговор Олегу Орлову четко подпись власти под истинностью его статьи. но я хочу подчеркнуть вновь, что молчат не все и вот мой праздник, сегодня мой день рождения, еще один достойнейший человек в России дерзко смотрит в лицо дракона, в лицо людоеда, именующего себя российское правительство, путинская система. и дракон изумлен тем, что после всего, что он натворил, после стольких сожранных им, пожираемых в ежедневном режиме, не перевелись наглые, дерзкие храбрецы, выходящие на поединок с ним сказалось бы, нулевыми шансами. Сегодня не только день моего рождения, но и моей, как мне казалось, два года назад почти стопроцентной неминуемой смерти при возвращении в Мариуполь. Сегодня еще и день убийства Немцова. Именно 27 февраля, 9 лет назад, мой день рождения, в его спину путинские убийцы разрядили пистолет на теперь уже окончательно и бесповоротно Немцовом мосту под Кремлем. Я в очередной раз выражаю свой респект и благодарю проповедников правды, блаженной гонимой за правду, за кафедры, аквариумы тюремной клетки в судебных этих залах, псевдосудебных залах, из которых продолжает звучать правда, в том числе войне Украины. Я в очередной раз говорю стыд и позор вам те, кто именует себя священниками и чьи кафедры превратились в места литургических мычаний, в места молчаний, в места иногда прямой откровенной поддержки путинского режима, а иногда просто преступного молчания, кровь детей ваших и моих на вас и на ваших детях. Это то, через что вам придется идти в покаяние, я вас к этому настойчиво вот уже 10 лет призываю. 20 секунд и еще чуть-чуть. Книга финальный эпизод «Вейны, что тревают четыре сторокев» была презентована автором в Берлине, в Гамбурге, недавно в Стокгольме. Я буду информировать вас о дальнейшем путешествии книги и прототипом главного героя которой роман, прототипом главного героя которой я имею привилегию быть. Война тревает долго, лишь финальный эпизод. Я абсолютно согласен с автором Евген. Еще раз велика подяка за всю велику працю, очень важную до речи про нашу Украину. Я напоминаю, что вы можете получить эту книгу, если вы поддерживаете капелланский батальон Мариуполь. Вам надо в описании есть номер телефона моего сына, его зовут Артур, вам надо написать ему, извиняюсь, у него была медовая неделя, он только женился, поэтому некоторые свои обещания он немножко просто физически не успевает. Вы можете, пожертвовав на наш батальон, я подпишу книгу и мы отправим ее вам по новой почте, к сожалению, пока я могу сделать это только в рамках Украины. История с еще одним подарком сегодня была мне, напомнили мне историю с подарком, который едет ко мне два года, день моего рождения. Оказывается, накануне моего дня рождения в 22-м году моя команда втихаря меня удалила из наших чатов, но они были уверены, что я все равно не замечу, они меня удалили, исключили, обсудили подарок к моему дню рождения, спасибо, Оля, за эту инициативу, и потом меня втихаря вернули. Они заказали мне подарок и 24-го февраля 22-го года в этот жуткий, самый жуткий день вообще в истории вот последний, да, и за несколько дней до моего самого жуткого дня рождения они этот подарок заказали 24-го числа он должен был быть отправлен из Ирпеня на секундочку в Мариуполь. Уже летят ракеты, уже идут войска, уже начинаются бои и из Ирпеня звонок мы отправляем вам заказ. Оля сказала нет, 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 подождите давайте как-то чуть позже. В результате это предприятие вместе с моим подарком погибло. Предприятие было уничтожено в Ирпене, потом остатки этого предприятия переехали куда-то на западную Украину и они этот заказ таки выполнили. И ко мне как я узнал сегодня добирается специальный подарок и рассекречу он, для меня очень дорогой. Я приблизительно могу представить как это выглядит, но это будет большое деревянное панно на котором карта мира и маршрут нашей кругосветки мир без сирот велокругосветки которую мы прошли замкнув круг по планете. этот подарок меня сегодня обрадовали сказали что этот подарок который уже два года добирается ко мне скоро будет мне передан в нашем новом здании республики Пилигрим временном здании до того как мы вернемся в Мариуполь мы республика Пилигрим возвращается в Украину в Карпатах на Западной Украине в наш новый кемп республика Пилигрим West Кемп западный карпатский кемп и там мы найдем достойное место и там будет находиться это большой поднос карты мира вот иногда подарки они идут долго но если вы хотите сделать подарок мне нашей команде карточки в описании спасибо всем кто поддерживает Украину вот что я еще хотел сказать очень много чего я хочу откомментировать но добираясь раз в неделю в лучшем случае а то и намного реже я конечно же могу только какие-то некоторые ну знаете в я хочу сказать о спорах Архангела с Сатаной о теле Навального в Библии среди многих мистических картин загадочных историй в которых как бы приоткрывается занавес в мир невидимый есть одна очень очень интересная о споре Архангела Михаила с Сатаной о теле Моисея мы знаем что демоны и ангелы сражаются за души людей за территории за народы за за справедливость за свободу но вот оказывается и о телах умерших также бывают споры между Архангелом Михаила в час как минимум и Сатаной стих 9 из послания апостола Иуды относится к событию о котором не говорится больше нигде в писании Михаилу Архангелу Михаилу пришлось бороться или спорить с дьяволом за тело Моисея что было потом неизвестно цели и смысл этого неизвестно издевательство над истерзанным телом убитого Путиным Алексея Навального в котором конечно же демоны Сатана в лице этой всей системы спорят с матерью Навального с семьей мученика за правду с Юлией Навальной с детками конечно же это еще один из аргументов в сторону тех богословов которые убеждены что путинский режим представляет из себя чистый десцелированный метафизически стопроцентный сатанизм я вновь и вновь хочу отметить работа доктора Александра Лихошерства вчера пытался Алакс тебе дозвониться если ты смотришь этот эфир мне нужны твои работы об одержимости Путина на английском они сейчас очень нужны я надеюсь что у тебя есть английский вариант они очень нужны для республиканцев я вчера на одном большом портале епископов моего братства американского епископата мой друг вступил в спор с пасторами которые говорят не все так однозначно мы должны наслушались Такера Карлсона наслушались исторических лекций сатаны напоминаю сатана историк Воланд великолепно мастер и Маргарита Воланда спрашивают Берлиоз спрашивают а вы историк он да я историк сегодня на патриарших будет история наслушався вот этого сатанизма американцы людям очень важно помнить путинский режим с теологической точки зрения с точки зрения богословской это чистый абсолютный стопроцентный сатанинский режим шантаж матери шантаж вдовы шантаж потерявших отца детей разложением трупа сына дословно этот слов нет просто этот кто там следователь кто да я его фотку видел это дословно время работает против вас матери о какой духовности о какой святой Руси о каком христианстве о каких традиционных ценностях о чем вообще может быть речь когда дважды один раз недобитый почти убитый теперь убитый оппозиционер над телом которого издеваются и шантажирует мать и потерявших отца детей но конечно путинский рейс епископат молчит полистайте сайты Сергея Васильевича Ряховского одного из путинских рейс кремля епископов посмотрите фейсбук Эдуарда Гробовенко еще одного путинского халуя епископа российского или Дериенко который воспевает путинский режим и говорит о том что нацисты уничтожили Мариуполь посмотрите проверьте твиттеры Рик Реннера или Мацолы и прочих шатровых питерских негодяев епископов вы не найдете обличительных речей о недопустимости издевательства над убиенным о недопустимости убивать заключенных людей оппозиционеров за правду убивать нет ничего подобного но вы даже не найдете их возмущения об издевательстве над телом Навального потому что в спорах архангела Михаила с сатаной о теле Навального все те епископа на стороне сатаны и сатанинского режима они продолжают молчать они продолжают мычать свои псевдо псалмики свои богохульные молитвы которые безусловно при устранении этики из церкви при устранении божьих людей из сферы этики когда церковь говорит вопрос этики мы не будем это вообще обсуждать конечно же это мерзость абсолютная мерзость перед господом как всегда я наметил поговорить намного больше чем способен втеснуть в один эфир спасибо тем кто пишет комментарии подбадривает меня делать эфиры это тяжело я нахожусь очень много по фронту ношусь и физически вымотан спасибо огромное тем кто говорит доброе слово спасибо кто не не желает не жалеет время на комментарии и на лайки перепосты огромное вам спасибо всем кто помогает развивать мой скромный ютюб канал замечательный богослов Карл Барт говорил у пастора должна быть Библия в одной руке а газета в другой и толковать новости текущие священник должен с точки зрения веры христианских ценностей Слова Божьего я в общем-то это и пытаюсь делать спасибо всем за поздравление с днем рождения еще раз с днем рождения Юрия Кирилловича Сипко еще раз мои аплодисменты мужественному правозащитнику 70-летнему который сегодня проповедовал слова правды давал четкую этическую оценку из-за последней кафедры в России тюремного судебного аквариума судебной клетки спасибо всем кто что-то делает против путинского режима этого чистого диссерированного сатанизма помним все что Бог здесь и он не молчит тюрьм так что из-за последней